Ну что, девчонки и мальчишки, небо чистое, ясное, о дождичке не идет никакой речи, на градуснике 32,5, лето, цветок этот называется сильберблат, серебряный лист, так можно перевести, и он у нас цветет. Вот, и в общем-то, я потом только цветы обрезаю, а всю зиму он у меня именно здесь, и так вот с листиками серебряными и стоит. А сейчас жарится на солнышке, вечером надо будет опять все-все проливать, жарко. Ну что, мои дорогие, я освободила мягкий уголок на кухне, и сейчас его буду мыть, а потом все дерево, конечно же, я протру, если где-то будет забрызгано. Пылесос я выключила, потому что сильно шумит, принцип тот же самый, но все будет чистенько и приятно. Хочу вам показать, Левкин весь исшумелся. На пылесос лает. Все будет в порядке, золотой. С работой я справилась. Теперь пусть все стоит. Сохнет, выглядит прекрасно, свеженько, пахнет приятно. Лео не дает мне говорить, он занят пылесосом. И что я решила, мебель помыта, теперь садиться никому не дам. Пусть все так чисто и стоит. Сейчас я сделаю маленькую паузу, попью водички и буду продолжать дальше. Буду мыть диван в бюро. Очень жарко работаю в поте лица. Подушки от дивана я помыла и вынесла на улицу. Половину дивана я помыла, хочу вам показать. И он не только мокрый, он действительно чистый. Потому что это я вижу по той воде, которую сливаю. Так что все чистенько. Дорогие золотые, всем доброе время суток. Я занималась домашними делами. Написала Володюшке список, какие продукты мне необходимы. И он съездил, закупился. Картофель-пфуфер. Это можно назвать драники. Они очень вкусные. Я их жарю в духовке на бумаге для выпечки. Бумагу для выпечки я смазываю маслицем и обжариваю с двух сторон до золотистого цвета. И потом, конечно, можно кушать с протертым яблоком или со сметанкой. Также купили мы имбирь и лимоны. Потому что я очень-очень часто делаю этот напиток. Цветные яйца, которые сейчас мне понадобятся. Редиска, зеленый лук, огурец, петрушка, колбаска, сметанка или шмант, как по-немецки называется. В холодильнике у меня уже стоит квас. Погода очень жаркая. Ой, я же запыхалась. Погода жаркая, 30 градусов. Поэтому буду делать окрошечку. Купили мы пфирсиш маракуйя сок. И, конечно же, сангрия. Я ее поставлю сейчас в холодильник. И потом будем пить, добавляя кусочки льда и наслаждаться. Очень хорошо по этой погоде. Купили маленькие помидорки. Называются они сливовые. Потому что они по форме, видимо, напоминают сливу. Виноград без косточек из Греции. Очень вкусный. Мы его уже такой покупали. Персики, они тоже сладкие и вкусные. И крыжовник мои золотые. Я обожаю просто крыжовник. Поэтому я его уже распаковала, помыла и попробовала. Крупный и вкусный. Что же еще? Еще купили сосиски. Которые можно жарить на сковороде. Можно грилить. А можно обжаривать в духовке на бумаге. Франкфуртер ринтвурст. Это сосиски из говядины. Вода закипает и потом опустить в кипящую воду 5 минут. И сосиски готовы. С горчичкой. Очень вкусно. Володюшка любит такое мясо. Это свинина и в соусе паприки. Все готово. На фольгу в духовку мясо готово. Вот такую вот маленькую закупку Вовочка сегодня сделал. И я сейчас буду приступать к приготовлению ужина. Ну что я делаю? Для моих любимых мужчин по их просьбе жарится картошечка в духовке и сосиски. И к картошечке я сегодня открыла баночку шпрот. Для Володюшки я еще порезала салями остренькую, тоненькую, вкусненькую чипцы. Сегодня он может расслабиться. Суббота, завтра не на работу. И с пивом это будет очень вкусно. Порезала я лук. Он у меня остался. Поэтому тоже полезно и вкусно. Съездил Володюшка сегодня в Радхаус. Это там где сидит администрация нашей деревни. Куда мы обращаемся по всем вопросам. Взял он эти желтые мешки. Для чего нам нужны желтые мешки? Мы их получаем бесплатно в Радхаусе. И это для выброса пластика. Это пластмассовые бутылки. Это коробки из-под сока, из-под молока. И банки консервные и всевозможные. Но самое главное, самое главное, что Володюшка сегодня зарегистрировал Лео. Заполнил все документы. Мы заплатили хунде штоер. Это штоер, который платится за то, что у нас есть собака. За Лео мы будем платить 30 ойро в год. И мы получили такую марку, где написано Landkreis Miltemberg, потому что Зульсбах относится к Мильтенбергу. Тут собачка и номер нашего Леушки. Теперь мы должны это приделать каким-то образом здесь. И когда мы будем с Лео ходить на прогулку, то есть этот номер должен быть всегда с собой. Мы сегодня выставили вечером наш мусор на улицу. Это желтые мешки и биотонны, потому что завтра будут забирать этот мусор. Субтитры создавал DimaTorzok